Добрый день, в этом номере гудка на третьей странице читайте о том как успешно идет на Сахалине рыбной ловли. На Сахалине, точнее не Сахалине, а вокруг Сахалина, в Охотском море, в Японском Тихом океане, началась лососевая путина. Началась путина, основная рыба, которая представляет лососевую. Как рассказали гудку, в правительстве Сахалинской области в сутки вылавливаются около трех, около 3,7 тысяч тонн рыбы. Это значительное количество. Всего с начала года выловлено 37 тысяч тонн рыбы, из них 33,6 тонн представляет как раз лосось. Наибольший улов у рыбаков Паранайского, Макаровского и Долинского районов. Тем приятнее знать, что в этот раз вывоз рыбы на материк с острова идет гораздо успешнее, чем раньше. Дело в том, что заранее позаботились о рефлексиях, просто элементарно получили информацию заранее от промысловиков. Ожидаемый вылов тихоокеанского лосося в районе Сахалина составит 160 тысяч тонн не менее. При этом по дороге будет вывезено около 12 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Уважаемые читатели, в пятничном номере газеты «Гудок» в рубрике «Семейный клуб» читайте заметку о счастливом железнодорожнике из Краснодара Виталии Литвинове. Виталий Литвинове, в семье которого родилась двойня. Литвинов, конечно, безумно счастлив, потому что он всегда мечтал иметь двух детей и как раз мальчиков. И именно мальчики у него и родились. Литвинов не скрывает, что он хочет видеть их машинистами, поскольку сам всю жизнь проработал на железной дороге после окончания Ростовского государственного университета путей сообщений. И мечтает, чтобы сыновья пошли по его стопам. Он считает, что российские железные дороги – это единственная компания или организация у нас в стране, которая дает столько благ и пользы своим работникам, всевозможных льгот, социальных гарантий, высокая стабильная заработная плата, что незачем и его сыновьям будет выбирать что-то еще. Сегодня на страницах газеты «Гудок» вы можете прочитать о требовании Роскомнадзора повысить качество связи на придорожных территориях. Вчера глава Роскомнадзора Сергей Ситников дал указание сотовым операторам к 1 октября составить карту покрытия сотового радиосвязи возле придорожных территорий. Эта тема очень актуальна и освещалась еще в августе прошлого года в связи с требованием премьер-министра России Владимира Путина повысить качество радиопокрытия возле федеральной трассы «Амур». Между тем, пока не существует документов, которые регламентируют правила радиопокрытия сотовой связью придорожных территорий, а также федеральных трасс. Эксперты утверждают, что около 70% придорожных территорий радиосвязью не покрываются. Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртезин, проблема сотовой связи на придорожных территориях – это мировая проблема, так как для сотовых операторов экономически невыгодно содержать базовые станции, которые могли бы поддерживать достаточный уровень мобильного сигнала на протяжении длительных территорий. Например, если проехать от Санкт-Петербурга до Москвы на многих участках трассы, мобильная связь не будет ловить. Эльдар Муртезин отметил, что если правительство потребует от ведущих сотовых операторов, например, операторов «Большой Тройки», установить хорошую сотовую связь на придорожных территориях, это будет возможно сделать с технической точки зрения, но такая связь будет гораздо дороже, чем обычная. В пресс-службе МТС Гудку отметили, что ведут не только работы по оснащению мобильной связью федеральной трассы Амур, но также и по оснащению других федеральных трасс. Например, на трассах М56 возле реки Лена М55, возле Байкала и на трассе М56 возле Колымы мобильная связь ловит на всей территории. В пресс-службе Вымпелкома Гудку заявили, что компания также выполняет все свои обязательства по оснащению мобильной связью федеральных придорожных трасс и других территорий, на которых сейчас качество покрытия сети не самое высокое. В апреле этого года министр связи Игорь Щеголев заявил, что хотел бы, чтобы в лицензиях на радиопокрытие, в услугах на радиопокрытие сотовой связью придорожных территорий был внесен пункт, который бы обязывал сотовых операторов улучшать покрытие сотовой связью не только на придорожных территориях, но и на самих федеральных трассах. На девятой странице Гудка читайте, как наш корреспондент на западно-сибирской дороге Анатолий Болдырев сменил профессию. Анатолий день поработал обходчиком пути. Когда Анатолий пришел устраиваться на новую работу, мастер кемеровской дистанции пути пошутил, что ему придется пройти 20 километров. Но потом оказалось, что это шутка, и в итоге пришлось пройти всего 7 километров. Ну, за эти 7 километров Анатолий испытал много как эстетических впечатлений, так и ознакомился с рабочими моментами. В начале пути Анатолию вручили необходимый для обходчика пути инструмент. Как-то путевой ключ, журнал, куда нужно записывать все замеченные неисправности, и рожок. Все предметы Анатолию пригодились. Ключом он закручивал гайки на стыке рельсов, в журнал записывал недочеты, а рожок пригодился ему для того, чтобы предупредить зайца, сидевшего на пути, о приближении электрички. В общем-то, Анатолию понравился опыт работы обходчика пути, поскольку эта профессия направлена на обеспечение безопасности людей, а во-вторых, конечно, полезна для здоровья. Сегодня на спортивном полосе Якутска вы прощаете интервью с Виктором Шумиловым. Человек достаточно известный хотя бы потому, что он возглавлял Российское физкультурно-спортивное общество. Он отец возглавлял в очень серьезное, сложное время, 90-е годы. Человек интересен в том числе и потому, что в мир спорта он вошел не только как человек этого спорта увлекался всю жизнь, но и как человек, который поработал на железной дороге, поработал достаточно долго, человек, который познал изнутри железной дороги, работал и помощником машиниста, и машиниста. После этого он был на Октябрьской железной дороге руководителем отделения локомотива, и, в конце концов, он дорос до руководителя всего спорта общего локомотива нашего железнодорожного. Много, очень много интересного он их сказал. Поверьте мне, я прямо очень-таки вам советую прочесть это интервью. Потому что не только, потому что, как бы, годы были интересные, 90-е годы, но, на самом деле, как бы, сталкивался с людьми очень-очень интересными. Это Шумилов. Он приходилось очень много реорганизовывать в обществе локомотив. На самом деле, человек прожил очень-очень интересную спортивную жизнь. Но интересно то, что человек не только спортсмен, это человек до сих пор занимается спортом, несмотря на то, что достаточно взрослый. Человек пишет стихи. Человек выпускает книги стихотворные, которые, в общем-то, очень высокого ценю профессионала. А сейчас Виктор Шумилов занят тем, что он пишет книгу об истории нашего общества «Локомотив». Очень советуем прочесть это интервью. Владимир Суветин, наш журналист, вложил в написание этого материала очень много сил. Понравилось всем, кто прочел. Во всяком случае, у нас гудки. Я уверен, что понравится и всем, кто прочтет этот материал за пределами гудка. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Кінець. Продолжение следует...